Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос задаёт Ольга, пишет о том, что к ней проявлял знак внимания один мужчина, и этот мужчина не вызывает позитивных чувств, он такой сомнительный, то есть непостоянный, да, вот, флиртует с другими женщинами, пьёт, женат, вот, и так далее. Сама Ольга называет этого человека придурочным, распутным, и так далее. Но после того, как он попроявлял к ней знак внимания, и, значит, переключился на других женщин, в частности, вот, на коллегу Ольги. Вот, а мама Ольга стала ревновать с этого мужчину, вот, сравнивать себя с коллегой, вот, и, в общем-то, стала о нём постоянно думать об этом мужчине. Собственно, вопрос, который Ольга задаёт, значит, звучит так. Как мне дальше себя вести, и почему меня это задевает? Вот, ну, как себя дальше вести, чтобы что? То есть, какая цель? Ведь у поведения всегда должна быть цель. Если у поведения нет цели, то, в общем, это как раз вот проблема. Потому что поведение без цели не предполагает какую-то, скажем так, активацию ресурсов. Вопрос о том, почему вас это задевает, ну, на мой взгляд, вы раскрыли сами, сказав, что у вас нет семьи, и вы чувствуете себя неполноценно. Собственно, в этом, на мой взгляд, и заключается проблема и причина, по которой вы себя сравниваете с вот другой, ну, с другой женщиной, вот. Это та самая причина и та самая проблема, по-моему, у меня. Здесь можно поработать с самооценкой вашей. Вот, вам можно и нужно, на мой взгляд, вашу самооценку поднять, потому что, ну, по крайней мере, если не поднять, то хотя бы как-то вот уравновить ее, вот. Вот, и тогда, возможно, вы измените свое отношение к человеку, да, и будете вот как-то по-другому на него смотреть. Вот, потому что, по-другому, сейчас, ну, совершенно очевидно, что вы воспринимаете и действия мужчины, да, и себя в контексте мужчины. Вот, вы воспринимаете на свой счет, воспринимаете негативно, то есть вас это задевает именно по причине того, что как раз вот вскрывает, скажем так, вскрывает проблемы, которые... у вас есть, это проблемы именно восприятия себя и проблемы именно отношения к себе, вот. То есть, вот, то, как вы к себе относитесь, то, как вы себя воспринимаете, да, является, в общем-то, большой-большой сложностью, большой-большой трудностью, на мой взгляд, на мой взгляд, повторюсь. Вот, и, собственно, отсюда вас это вызывает, вот. Я думаю, что человек, вот, данный мужчина, дал вам в какой-то степени надежду, дал вам надежду на то, что... Вы можете, как-то вот, быть любимой, да, можете быть любимой, можете представлять ценность для мужчин. И, конечно, когда вас, по сути, поставили на, значит, назадний план, уж вас это задел, потому что... Проблематика ваша, она, ну, как бы, сохраняется, в данном случае, то, что проблематика именно, вот, отношения к себе. Вот, поэтому дело, конечно, здесь не в мужчине, да, и не в его поведении, и, вероятно, даже не в его к вам отношении, и, вероятно, даже не в вашем отношении к нему. А дело здесь именно в том, что вы, вот, практически на постоянной основе, да, испытываете вот эту вот трудность с отношением к себе, и, вот, то, что происходит, это вот следствие, ну, это следствие, это следствие ваших внутренних конфликтов, к сожалению, большим. Вот, хорошая новость заключается в том, что это все корректироваться, хорошая новость заключается в том, что это все можно будет, можно поправить, это все можно исправить, вот. А вам еще очень важно, вот, помимо, ну, помимо всего прочего, вам очень важно разобраться в своих собственных чувствах, вот, вам очень важно увидеть то, что вы на самом деле чувствуете к мужчине, и вот, как получается так, что вы называете его, в общем-то, далеко не самыми лестными словами, вот, вы называете его далеко не лучшими эпитетами, вот, но при этом, значит, о нем думаете, то есть он для вас стал, вот, в какой-то степени особенным, и вам мешает сейчас в том числе вот эта вот противоречивость такая в восприятии человека, вот, потому что он вам вроде бы нравится, да, то есть вроде бы вы, ну, вот, испытываете какие-то чувства, да, вроде бы, но вот, на мой взгляд, уже сейчас, если, например, он, ну, проявит к вам вновь внимание, вы не почувствуете себя от этого лучше, потому что самооценка ваша, она уже, что называется, задет, вот, поэтому ключевым моментом, на мой взгляд, остается, было, было, и остается ваше отношение к самой себе, вот, и на этом я предлагаю вам сконцентрироваться. То, что в той или иной степени вы спрашиваете нас о том, как вам себя вести, косвенно, конечно, это подтверждает, то есть, ну, когда человек в себе уверен, да, вот, он, конечно, не спрашивает у других, незнакомых людей, как действовать, да, как себя вести и так далее. Вот, вот, то, что вы спрашиваете, свидетельствуете о том, что в себе вы не уверены и себе, может быть, может быть, вы не доверяете полный мир. Вот, и наша задача заключается в том, чтобы помочь вам научиться себе доверять, вот, помочь вам научиться себя слушать, вот, и вот тогда, я думаю, вы сможете самостоятельно выбирать для себя такую модель поведения, которая вам подходит. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.